Я не откажусь от тебя. Я никогда не смогу это сделать. Как-то я долго сплю. Завтрак готов. Я купил сельский хлеб, и к тому же у нас есть джем, мед, у нас все есть. Давай, ставай. Эх, Бахар. Эх. Что случилось? Поговорила с сестрой? Все нормально с ними? Да, я поговорила. Все нормально. Не волнуйся. Да ладно. Буду я волноваться или нет? Что это изменит? Главное, чтобы они решили свои проблемы. Мама. Ну, слушай. Я кое-что скажу тебе, но... Что случилось? Говори. Ну, ты сейчас... Ладно, сестра. Доченька, говори давай, что хочешь сказать. Что опять случилось? Ну, я просто услышала разговор с сестрой Йилдыс и господина Фермана. Что ты услышала? Господин Ферман, Йилдыс, сестре Йилдыс сказал вот что. Ну, что он сказал? Моя сестра Усмана Кузана попросила дом. Но сестра ведь так не сделает. Да наверняка господин Ферман неправильно понял просто. Усман Кузан насильно отдал сестре. Но... Я расстраиваюсь вот из-за чего. Ну, эту новость сейчас все узнают. Подумаю, что сестра захотела. А так сестра бы такой не сделала бы. Не знаю, Кадер. Я уже не настолько уверен в этом. Не могу узнать свою дочь. Большое спасибо, хорошего дня. Спасибо, хорошего дня. Любимой у нас будет дочь. Дорогая. Я же говорил, что чувствовал, что так будет. Я люблю тебя. Ну, пойдем. Мазирея, принеси мне мои лекарства. Доброе утро, господин Усман. Доброе утро, госпожа Рязан. Ну как, вы смогли хорошо поспать? Ой, я как ребенок выспалась как следует. Доброе утро, госпожа Рязан. Комната у вас наверху. Вы, видимо, потерялись, да? Боже мой, госпожа Захрая. Нет, я не потерялась. Да, я просто хотела в бане немножко посидеть. Но вы, видимо, не пользуетесь ей. Система не работает. Боже мой. Ваше лекарство. Как это может быть? Назирея. Скорее, сауну включи. Конечно, не хочу нагружать, но это уже привычка. Каждое утро в Америке я иду в сауну. Я обязан красотеть своей кожи в сауне. Мне кажется, вам тоже стоит пойти к госпожа Захрая. Я в комнате буду, Назирея, дорогая. Как будет готова, сообщишь, я спущусь. Я тоже хочу каждый день заходить в сауну на всякие процедуры. Да вот слишком затратно будет для господина Усмана, поэтому он не разрешает. Но как дело доходит до госпожа Рязан, Назирея включи, Назирея сделай. Мы-то, наверное, ничем не хуже. Боже мой, Захрая. Она наш гость. О чем я переживаю? О чем ты? Послушай, Назирея, не будешь ты включать сауну. Скажешь, не работает, не зажигается, сломанно, мне плевать. Ты не случи, точка. Но господин Усмана разозлится. Не начинай, а. Говори, что я говорю. Ой, клинуть прередовала. А, это ты? Добро пожаловать, заходи. Нет, я не буду. Просто переживал за тетю Сергея и давно ее не видел. Как она, все нормально? Да, слава Всевышнему, все нормально. Кажется, сестру высматриваешь, но ее нет. Она с Кемалем уехала. Уехали? А куда? Ой, знаешь, мы тоже не знаем. Ладно, пускай мама не слышит. Они на предмедовый месяц поехали. Ну, то есть я тоже не знаю, где они. Я понял. Ну, ладно, увидимся. Приглядывай хорошо за мамой. Да, пока-пока. А вот и наш свежий хлеб. Ты давай, начинай, чтобы не остыло. Ну, давай. Хотим покапризничать, да? Ну, ладно. Тогда первый кусочек пойдет от меня. Джем предоставила соседка. Знаешь, она подумала, что мы молодожены. Кемаль. Ну, я не стал портить. И это не вранье. У нас скоро будет свадьба. Хочешь, нам этого месяца будем приезжать сюда? Что скажешь? Давай, открывай рот. Кемаль, ну не надо. Ладно, дорогая, если не захочешь, приедем не сюда, поедем на другое место. Давай, открывай. Кемаль, хватит. Пожалуйста, хватит, а? Не надо делать, если бы ничего не случилось. Скажи что-нибудь, поговори со мной. Дорогая, давай позавтракаем, потом мы поговорим, да? Почему ты не понимаешь? Это нам никак не поможет. Приди уже в себя. Пожалуйста, скажи что-нибудь, заговори со мной. Чего ты хочешь, чтобы я сказал? Я не знаю, но хватит уже. Не знаю, злись, кричи на меня. Отчитывай меня. Но так себя не види. Скажи что-нибудь. Хватит уже со мной играть. Вам тоже хорошо, Аня. Да, Хакан. А ты откуда узнал? Слушай, прости, пожалуйста, но я была вынуждена спросить у еще одного доктора. Ты знаешь, что у меня нет другого выхода. Я должна избавиться от этого ребенка. Он тоже сказал, что нельзя. Он не сможет сделать эту операцию. Нет. Я не могу сказать. Не могу сказать отцу. Я не могу. Я не могу. Хан-Дан. Хан-Дан, ты там? Господи, Хан-Дан. Боже мой. Не открывается. Госпожа Рязан. Ой, господин Усман. Что-то я тут застрял. Не открывается дверь. А вы ее запирали? Да нет, с чего это? Мне что, есть что скрывать, чтобы запирать дверь? Ладно, я тогда посмотрю. Прошу. А, ну и, кстати говоря, как сауна прошла? Ой, да это оказалось враньем. Сауна была сломана. Назира не смогла ее запустить. Как это... Что такое, господин Усман? Госпожа Рязан застряла в дверях. Еще и в таком виде, ничего себе. Да и сауна не работает. Уж непонятно, что случилось, но сломалась. Ну вот мы не пользовались, не пользовалась сауна и сломалась. Я посмотрю, как дверь, она иногда не хорошо работает. Да там внутри просто заедает. Что происходит, мама Зухре? Твоя мама просто в таком виде застряла здесь. Дверь просто не поддается. Сейчас открою. Ой, большое спасибо. Клянусь, я так замерзла. Пойду поскорее оденусь. Да, конечно, в таком виде не нужно вам разгуливать. Иначе замерзнет, правильно же? Стыд какой. Стыд, сказала Мазире, да? Чтобы она сауну не запустила. Кемаль. Почему ты делаешь вид, будто ничего не случилось? Потому что ничего не случилось. Бахар. Я все понял неправильно. Расстроил тебя? Дал тебе пощечину. Мне очень стыдно за это. Я знаю, папа захотел, чтобы ты вела себя так. Ты вела себя так, чтобы наладить наши с ним отношения. Но я, дорогая... Я знаю, что ты все еще обижена на меня. Сможешь ли ты простить меня? Да черт меня потери, Бахар. Да черт меня потери, Бахар. Мне очень жаль. Кемаль. Хватит, а? Пожалуйста, хватит. Бахар. Что это за человек такое? Как ты можешь быть таким хорошим? Столько раз звонил тебе, Хантан. Чего ты не отвечаешь? Слушай, скажи же что-нибудь. Что случилось с тобой опять? Берат. Да ничего не случилось, ладно? Что это такое, я не понимаю. Допрос, что ли? Если ты пришел сюда для этого, то не задерживайся и уходи. Я не вынесу этого. Боже мой. Наверное, переживаю я. Ты выглядишь неладно. К тому же, успокойся. У меня для тебя плохая новость. Что за новость? Кемаль и Бахар нет дома. И никто не знает, где они. Что это значит? Разве Кемаль не покинул дом? Да, это было так. Я не понял, как все изменилось вдруг. Я говорю с Катерой, она начала нести чушь про пресс-бедовый месяц. Они сбежали, ей-богу. Черт подери. Что это такое? Баня, турецкая сауна. Спятила ты, что ли? Ну, раз уж есть турецкая сауна, решил воспользоваться. Что это такое? Слушай, не пользуйся этим. И в халате не нужно ходить по дому. Я тебя признаюсь, это не для того, чтобы ты меня позорила. И ты начинаешь бесить господи Зухре. Следи за своими действиями. Хватит кричать, ну. А это что за пакет такой? А даже господи Зухре, будто сама купила ей. Маленький подарок. Ой, мне так интересно, что я купила. Красивая блузка. Хотя, пускай она тебя начнет любить. Короче, успокойся. Папа. Думаю, сейчас многолюдно. Фредо и Тунти тоже придут. Хочешь, можем в компании поговорить. Нет, так нельзя. Займись немножечко свекровью своей, а? Я подпишу документы и отправлю Тунча, не волнуйся. О, ничего себе, добро пожаловать. Заходите внутрь, холодно, заходите. Привет, Назош, привет. Как дела, Назош? Все нормально, единственное мой. А ты как, бусинка моя? Все нормально, Назера. Давай, дорогой, давай. Привет, дядя. Как дела, кузен? Привет. Добро пожаловать. Жду письмо из почты. Придет и начнем сразу. Я до начала священия на кухне выпью кофе. Будет хорошо. Пусть все знают свое место. Давай, давай. Займись почтой. Не плачь, пожалуйста. Кемаль, говори, дорогая. Я на самом деле не столько невинна, как ты думаешь. Все это было моей ошибкой. Твой отец никак не был связан с этим. Нет. Я знаю, что это не так. Ты все это говоришь, чтобы я не стал врагом для своего отца, правильно? Слушай, ладно. Допустим, ты провинилась. Допустим, ты захотела у отца тот дом, который он дал. Однако, Бахар, я люблю тебя. То, что ты сказал в тот день, все еще у меня в ушах. Ты сказал мне, что я не знаю, что такое нищета. Что я не знаю, каково это, когда никого нет рядом. И это правда. Ты была права. До момента, пока я не узнал тебя, я не знал о мире вообще ничего. В тот день изменился мир мой. Пока ты пыталась вернуть деньги, которые у тебя похитили. Пока боялась, что выселят из дома. Я впервые в жизни задумался о том, что я могу эти деньги получить за ночь. Я впервые в жизни задумался о возможностях людей. И заметил я не только это. В тот момент я посмотрел на тебя. Но я понял, что я до этого даже близкой любви не проходил. Никого не любил так сильно, как люблю тебя, Бахар. Давай, вставай, уходим. Куда? Я не знаю. Куда бы они ни отправились, мы это узнаем. Даже если они провалились сквозь землю, все равно мы их найдем. Слушай, хорошо, Хандан, да пусть и найдем. Но как мы это сделаем? И что будем делать, если их найдем? Слушай, Бахар, я иду. Хочешь, иди. Хочешь, нет. Я найду способ. Да подожди ты, а. Удачного рабочего дня вам. Благодарю. Если мы там сядем, мы вас потревожим. Нет, госпожа, вы наслаждаетесь жизнью. Эй, Люль, дорогая, хочу поздравить тебя, мама твоя пришла. Спасибо. А кто этот милашка? Тунчи, мой племянник, госпожа, разведка. А, вот как. Очень приятно познакомиться. Знаете, госпожа, Ризан, мы так долго ждали вашего прихода. Но, кажется, и Люль вся в отца на вас не похожа. Вы гораздо красивее. Боже мой. Что такое, кузен? Что ты, мою будущую жену хочешь скорбить? Нет, она тоже ничего такая, но... Ты посмотри на ее маму, такая красота. Слушай, ты тоже такой красавец. Ну, как говорится, девочка в тете, а мальчик в дяде. Ничего себе, кто-то может смеяться в этом доме. Уже два дня все так. Тут так весело, так смешно. Но госпожа Зухра так разозлилась, с ума сошла. Голова болит, наверху она спит. Да. Эта женщина лечит к господину Усману. И господин Усман так ведет себя с ней очень хорошо. Он сказал включить сауну. Нет, еще чего. Я не поверю. Назире, дорогая. Дорогая, если тебе не сложно, можешь мне сделать турецкий кофе с сахаром? Конечно, сделаю сейчас же. Слушайте. Я пойду тогда внутрь. Какая красивая девушка. Дай бог, судьба у нее будет такой же прекрасный как отличика. Дай бог. А это что? Ты что, все должен знать, что ли, а? Хандан, успокойся, чего ты так паникуешь? Да я не паникую. Хандан, то, что внутри документы больничные, там отчеты. Если ты что-то скрываешь от меня, я ничего не скрываю от тебя, Бират. Хандан. Послушай, если ты больна... Нет. Я не больна. Давай пойдем, мы поскорее их найдем. Хандан. Послушай, у тебя здесь никого нет. Если у тебя что-то есть, не затягивай, Бират. Давай, пойдем, говорю же. Да, боже мой. Не суждено было. Никак не смогли пожениться. Моя дочь стала причиной этого, да? Нет, нет. Назерия, пожалуйста, скажи правду, дорогая. Я Илюлик разлучила. Слушайте, госпожа Рязан, до того, как госпожа Илюль появилась, они уже расстались. Но как только Фериде ушла из дома, госпожа Илюль начала встречаться с Джанетем. Ой, бедняжка Фериде. Так жалко стало ее. Господин Этэш это отправил? Да, господин Джанет это видел. Я принесла, чтобы вы тоже знали. Папа, в доней в отеле возникли кое-какие проблемы. Нам нужно заняться ими. Можно мне документы? Детка, не могла найти кого-то, кто больше на тебя был бы похож? Откуда эта мама взялась? Тебя не касается это. Хотя типаж нет, но характер похож. Она такая же жизнерадостная и веселая, как ты. Слушай, не надо меня злить, ладно? Элюль, дорогая, я тебе-то говорю ради твоего же блага. Женщина, она как бродяга. Знаешь, она может внезапно взорваться. И доченьке своей что-нибудь повредить там, руку, ногу, да? Не дай бог, конечно. Слушай, будь начеку, ладно? Я вам принесла фрукты. Вы кушайте и работайте. А я для вас почищу. Мамочка, не нужно было их тревожить. Да нет, я без звука здесь сейчас все почищу. Возьми, милаха. Спасибо, я не буду, потом. Так, нельзя. Ты больше всех кушай. Я принялась перед тобой, после того, что дочь моя сделала. Ты была права. Я не разбираюсь ни в нищете, ни в одиночестве. Я ведь самый маленький сынок дома, избалованный Мехмед Кемаль. И жизнь я тоже не знаю. Тоже правда. Но я узнал Бахар, который как глава семьи убивалась роднее. Я уже не тот старый Кемаль. Я изменился. А сейчас я хочу. Чтобы от нищеты Бахара, от того, что у нее никого нет, ничего не осталось позади. Позволь, я все плохие воспоминания сотру. Дам тебе обратно твое детство. Хочу, чтобы то, что ты не смогла прожить, мы вместе прожили бы, Бахар. Много лет ты на плечах столько всего тащила, так передай мне, а сама отдохни. Бахар, тогда твоя рука не прикинулась к моей. Я тогда только оказался в твоей жизни. Мы говорили о твоем отце. Ты всегда говорила, что эта жизнь тебя пугала. Ты сказал, возможно, это от того, что нет отца у тебя. Ты была права. Я хочу, чтобы моя возлюбленная в жизни не боялась ничего. Потому что есть я. Хочу, чтобы ты забыла о жизни без отца и жизни без кого бы то ни было, Бахар. В тот день я очень крепко захотел себя обнять. Хотел сказать, не бойся. Так же, как и сейчас. Не бойся, Бахар. Я теперь есть. Кто-то вам неправду сказал, Гаспар Резан. Фериде, не пострадавший. Есть то, чего вы не знаете. Папа, зачем это сейчас нужно? Давай закроем тему, пожалуйста. Пускай расскажет. Я никого не боюсь и ничего не стесняюсь. Ты... Я люблю слушать истории. Послушай меня. Виноватая и сильная, что ли, а? Господин Усман. Папа, разве сейчас время для этого обсуждения? Ой, простите, пожалуйста. Да все. Совещание окончено. Бери документы, пошла вон. Папа, что ты делаешь? Я виноват, что посчитал тебя человеком, пригласил сюда. Пошла вон отсюда. Вам лучше знать. Хорошего дня. Мама, что ты делаешь, а? В чем провинился молотвы? Вина те, кто не может разговаривать нормально. Назире. Смог узнать? Они поехали домой к Халиту, в село. И по дороге они еще отвезли машину Исмаила. Черт, я в подери, Бахар. Рано или поздно я просто ее убью. В чем провинился Бахар? Это кем я все сделал? Да не суть. Давай, говори адрес. Нет, никакого адреса не знаю. Так иди тогда найди. Что ты говоришь такое вообще? Слушай, поумнее, иначе поссоримся. Не забывай, что мы вынуждены быть вместе. Прости. Ну, а ты узнаешь? Стоит не задуматься, что Бахар рядом с этим подолком. Я так злюсь, конечно, я узнаю. Ты смотри, а. В моем доме еще выделывается на меня. Слушай, ты кто такая вообще, а? Тоже мне историю она любит слушать. То, что она натворила, теперь историю, что ли? Отец Осман. Я еще раз извиняюсь от имени мамы. Она очень не к месту сказала. Это дочка Роди Всевышнего. Ни чайная, в чем она провинилась? Мамочка. А что это у тебя в руках? Сюрприз для господина Османа. Надеюсь, я смогу сделать так, чтобы вы простили меня за ту нервозность, которую я создала ранее. Да не стоило, правда. Господин Осман, если позволите, это маленький подарок для вас. Большое спасибо. Вы очень милы. Большое спасибо. Вы очень внимательны. Попросила у вашего водителя. Спасибо, ему он купил. Причем ракуя Яшизюм. Обожаю его. Спасибо. Знаете-ка с параллезом? Вы молодец. За две минуты разобрались с дядей. Вечером выпейте, наверное. Ты прав, сынок. Такую красоту со слоненной шеей нельзя оставлять в бутылке. Мамочка, можно тебя? Хочу кое-что спросить. Доченька, сейчас нельзя. Мы разговариваем. Мамочка. Нужно сейчас обязательно. Господин Зам, прошу. Ладно, я сейчас приду. Что случилось с подарком для господи Зухрея? Что за глупость? Откуда рак и взялся? Подарок, который ты купила, безвкусный. Да и к тому же господин Усман больше интересовался мной. Мама Зухрея, ну как вы? Ну, так. Назирея? С кухни обезболивающие принеси, пожалуйста. А Назирея нет. Отправила ее домой. Домой, а почему? Чушь какую-то говорила, потому что... Да и эту полусмену, как и остальные, вычту из зарплаты. Мама Зухрея, я принесу вам лекарство. Что это, господин Усман? Ты что, днем рак и, что ли, будешь пить? Господа Рязан дядя подарила, тетя. Ах, вот так. Ну, спасибо ей. Рак из меня, а закуски из тебя растянутся. К вечеру подготовишь парочку, ладно? Потому что мы с господином Усманом будем пить. Да ладно, хорошо, что Сман Козан выгнал нас из дома. А что, это плохо? Отдохнем немного. Я пришла, но я неспокойно, сестра. Как бы он потом ничего плохого тебе не сказал. Да господи, не станет он. Что он скажет? Ну, максимум вычтет из зарплаты. Господи, думает все еще о деньгах. Хотя у него столько денег. Ну, ладно. Знаешь, так хорошо, что мы пришли. А то ты оставалась там и... Одна и... Дорогая, я же за тебя переживаю. Слушай, ну, грех же. Грех, дорогая моя. Спасибо тебе, Назаш. Но... Правда, порой я чувствую себя одиноко. Ой, дорогая бусинка моя. Я не могу так, не могу так, дорогая моя. Назош. А что делает Кемаль? Все еще остается здесь? Нет, нет. Он в Бахар поехал. У них живет. А как там мама Бахар? А, Сергей? Выздоровела. Мех, Мех, Кемаль не в порядке. Почему? Осман Кузан. Никак не смогли дети улыбнуться. Но если понимаешь, стиль, тот же ситуация, та же. Давай, приятного аппетита. Тебе тоже. Боже мой. Клянусь, вся с ног до головы в масле, а? На самом деле, маме за охрань не стоило жарить. Этого хватило бы. Доченька, разве может такое быть? Твоя мама столько дней, столько дней намекает на это блюдо. Уже и по сне-нибудь говорит. Если господин Усман не увидит, застал им разозлиться. Вы просите, пожалуйста. Мама очень полюбила вас, немножко расслабилась, но немножко переступила грань. Да ладно, дорогая, разве может такое быть? Боже мой, будьте внимательны, мамы за охрань. Все нормально? Да все нормально. Все нормально, мама? Все нормально, не волнуйся. Да еду они готовят, что может быть? Господин Усман, как так случилось, что такие противоположности притянулись? Я не понимаю. Ну, вы такое жизненно, наполненные энергией и все еще в форме. А господа Зухре более такая приземленная, такая спокойная. Будто она доверила себя годам, будто склонилась. Для Зухре всегда такое было? Да. Мама очень величественная. Но может капризы любого человека терпеть. Поэтому она одна такая, ни на кого не похожая. Ну ладно. Я поднимусь к себе. Я нашел адрес. Ну и где же дом? Тут написано. Хорошо, но что мы там будем делать, когда поедем? Ну ладно. Тогда одна поеду. Куда собралась? Не знаю. Но я не могу сидеть и ждать. Берат. Хандан, ради силы, что не надо опять позор устраивать, а? Устрою позор, и что будет? Что с тобой, Хандан? Ты не плачь. Давай, подвезу тебя до отеля. Почему? Кто я для тебя, а? Разве мы не вынуждены с тобой быть вместе, а? Зухре, поставь какую-нибудь музыку. Так ведь нельзя. Ой, ей не нужно. Я вам могу спеть. Что хотите? Какую песню? Ой, я тоже очень люблю ее. Только голоса нам тут не хватало. Нет, уже налей, господин Осван. Нет, еще чего. Ты не можешь пить, плохо станет потом. Дай я выпью, дорогой. Клянусь, она будет пить. Ну, давайте тогда. Тогда, мне кажется, нужно выпить за тетю, что скажете? За Зухру. За маму Зухру. За маму Зухру. Я не могу отказаться от тебя. Никогда не смогу. Я думал, что я отношусь к этому месту. Что это мой дом. Я так думал. Я стоял на ногах, потому что ты рядом. Но ты все испортила. Замена на жизнь твоей мамы, я прошу Кемаля. Если хочешь, чтобы твоя мама жила, оставь мне Кемаля. Я обещаю. Я расстанусь с Кемалем. Кемаль будет ненавидеть меня. Я клянусь тебе жизнью своей мамы. Ну, для салата все готово. И рыба очень достойная для вас, госпожа. Купил прекрасного морского окуня. И еще сюрприз. Давай, садись, а я все приготовлю. Кемаль. Слушай, если так будешь вести себя, я ведь не смогу на кухню пойти. И рыба станет враньем в итоге. Не смогу от тебя дойти ни на шаг. Нет, так нельзя. Давай, иди на кухню. Наливай еще, госпожа Зухре. Наливай, наливай. Все, хватит, Зухре, для тебя много. Не хватит мне. Нет, этого мало. Мало. Дядя, сделать кофе, тетя? Тетя Зухре, пойдем, сделаю тебе кофе. Ну, пойдем, а? Ну, давай, наливай, раздавай. Давай, давай, пойдем. Боже мой, не стоило ей столько пить. Мы сказали, не слушайте же. Мама, тебе тоже хватит пить уже. Да я-то привыкла. Я привыкла. Пойду посмотрю, как там Дженейт. Давай, садись. Давай, садись. Слушай, тетя, ну не надо так. Я... Мои дети так несчастные. Мама несчастная, дети несчастные. Я... Ни нормальной женой. Ни нормальной... Ни мамой нормальной не смогла стать. Я... У меня не получилось, Тунч. Тетя, не говори так. Ты стала очень хорошей мамой. Для Дженейта, для Кемаля, для Йилдыс. Ты всегда стоишь за ними. Из кожи вон лезешь, чтобы их защитить. Часто ты идешь против дяди ради него. Что еще ты можешь сделать? Я... Быть может... Ну... Ну, может быть я человек, у которого много грехов. Может, я не настолько хорошая мама, Тунч. Тунч. Тетя. Слушай, холодно здесь. Давай, уложим тебя. Всевышний, пожалуйста, дай мне силы. Что же я так буду делать? Ах, если бы все это было кошмаром. Настало бы утро. Солнце появилось бы. Проснулся бы я. И забыла бы все. И Кемаль бы тоже проснулся бы. И мы бы продолжили все с момента, на котором остановились. Будто ничего не случилось. Хочу до конца дней своих просыпаться всегда с Кемалем. Так, будто мы никогда не будем расставаться. Будто это наш дом. И мы никогда с ним не расстанемся. Ах, если бы это было бы правдой. Открыл бы я глаза. И все стало бы по-другому. Забыл бы все, что произошло. Слушай, да все нормально со мной. Осман, мы так хорошо пили. Зачем ты привел меня сюда? Что это? Скажи что-нибудь. Хватит, Зухре. Спи давай. Почему мы так много выпили, а? Слушай, сынок, мы сказали, слушатели. Если вам что-то будет нужно, позовите. Все настроение испортило людям, а? Иди отсюда. Пошел вон. Рызан тебе песенки споет, настроение поднимется. Не гнепи-то, Зухре. Да не страшно. Побуду еще немного спомбой. Хорошо, дорогой. Я не пьяная, Джинейт. Я не пьяная. Молодец. Хорошо отыберешь роль. Продолжай в том же духе. Ну, давай еще кое-что добавим в эту игру. Ты Усмана Кузана сведешь с собой. Ладно. Ладно, я считаю, все сделала. Ты молодец. Госпожа Рызан. Простите, пожалуйста. Ну, это Зухре. Не привыкла к такому. Хорошо, мы ее уложили. На чем остановились мы? Знаете, в последний раз наши бокалы были в воздухе. Давайте выпьем за нас, за родственников. Ты так внезапно появился в моей жизни. И мои глаза перечали кого-либо, кроме тебя, видеть. Теперь ты моя жизнь, Бахар. Да все, ладно, хватит плакать уже. Я не хочу, чтобы эти глаза плакали. Смотря в них, я всегда хочу видеть себя. Ты тоже, когда будешь смотреть мне в глаза, будешь себя видеть. Есть только ты, Бахар. Только ты. Люблю тебя. Что значит? Ну, что ты, дорогая? Ничего. Это не останется безнаказанным, Бахар. Не останется. Не останется. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok